Приветствую вас! Вы пишете о том, что вы со своим молодым человеком уже пятый год вместе. Пятый год это срок действительно достаточно большой, с учетом того, что ему 24 года, сколько вам лет вы, к сожалению, мне написали. Но было бы, конечно, здорово, я полагаю, что не намного больше вам, и скорее всего, наверное, не намного меньше. Значит, пятый год это довольно много, но есть у этого одно но. Дело в том, что когда вы начали встречаться с мужчиной, значит, ему было сколько? 19? Ему было 20? Сколько? Сколько ему было? И мужчины, современные мужчины, они, к сожалению, вот в этом возрасте, в возрасте 19 лет, они еще дети, да и в возрасте 24 лет, они, к сожалению, тоже довольно часто еще дети. И ваш мужчина, он, к сожалению, и ведет себя так, как ребенок. Он ведет себя именно как ребенок. Ну, то есть, вот, его поведение такое, его отношение к детям и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, только здесь все в том, что человек, он индивидуальный, и ваш мужчина, он такой, какой он есть. То есть, он, вот, сейчас, на данный момент, например, не хочет детей. И это его право, по большому счету. Он, значит, ну, говорит, что денег нет, да, на то, чтобы жить вместе. Ну, вы так написали, что денег нет. Хотя семья обеспечена. И здесь, как бы, возникает подозрение, что вы ожидаете помощи его семьи. Но молодой человек вправе, и, скорее всего, семья его стимулирует к этому, чтобы он самостоятельно добивался своей обеспеченности. То есть, здесь, опять же, вы, как бы, хотите привлечь третьих лиц. Ну, такое впечатление, что вы хотите привлечь третьих лиц. Хотите привлечь его семью. И весь вопрос в том, зачем. Зачем вы хотите привлечь его семью? Да, молодой человек сам сейчас не может обеспечить вам, значит, ну, совместное проживание, свадьбу и так далее. Но зато это ваше. Все. Или вам мало? А если мало, то почему вам этого мало? Дальше идем. Вы говорите о том, что ваши отношения в супоре. А в супоре они для кого? Для вас или для него? То есть, вы говорите, что ваши отношения в супоре, значит, вы, как бы, говорите и за, ну, за него тоже. То есть, как бы, мужчина, он тоже считает, что ваши отношения в супоре. Но здесь нужно уточнить, считаете ли вы, что ваши отношения в супоре, и считает ли он, что ваши отношения в супоре. И еще раз повторю, в супоре для кого? Для кого отношения в супоре? Для вас или для него? Если для вас, то в чем? Почему? Чего именно, например, не получаете вы в отношениях? Ведь вы говорите, что у вас все прекрасно. Ну, помимо вот этих вот моментов. Но, тем не менее, получается так, что вы в этих отношениях для себя чего-то не получаете. Не дополучаете. И вопрос весь заключается в том, чего именно. И почему вы думаете, что ваш мужчина за это несет ответственность, за то, что вы недополучаете ваши отношения? У него есть четкий план, судя по всему. У него есть четкое представление о том, куда и как нужно двигаться. Правильно это или нет. Детская эта позиция, как я уже сказал, немного или нет, это уже детали. Важно то, что мужчина, мужчина, да, он так поступает. Мужчина, он так хочет. И вы, если его любите, то вы действительно принимаете его выбор. Потому что свадьба, дети, все неважно, если вы с ним. Но вам нужна свадьба и нужны дети. Вопрос в том, для чего. Понимаете? Для чего вам свадьба и для чего вам дети? Почему вы так спешите со свадьбой и с детьми? Может быть, вы не уверены в себе в чем-то? Может быть, вы сомневаетесь, может быть, вы боитесь, может быть, вы не чувствуете себя в безопасности? С молодым человеком. Но вы же, я надеюсь, понимаете, что у этого есть свои причины. Опять же. То есть, если вы не чувствуете себя в безопасности, то с этим нужно разбираться. Нужно разбираться с тем, почему вы не чувствуете себя в безопасности. Нужно разбираться, что именно вас нервирует, что именно вас тревожит и по какой причине. Это очень важно, чтобы вы были, именно вы были свободны в отношениях. Понимаете? Дальше идем. Значит, это все к вопросу о ступоре. Значит, раньше он говорил, что жить будем вместе, сейчас я понимаю, что денег нет. Не очень понятно, ну, откуда вы это знаете, что денег нет. Не очень понятно, как к этому имеет отношение его, с какой к этому имеет отношение его семья. Потому что, если молодому человеку 24, то, ну, я не думаю, что можно привлекать в этом возрасте свою семью. Ну, по крайней мере, без чувства унижения там и так далее. Вот. То есть, понимаете, вот такой момент. Такой момент. И у меня здесь, как бы, вопрос, он именно к вам. Именно к вам вопрос. Вы-то сами, а почему считаете, что мужчина должен привлекать семью к тому, что, вот, ну, к тому, что вы делаете, к тому, чем вы занимаетесь, к тому, что вы планируете. Вот вы сами, вы сами, почему считаете, что мужчина должен привлекать кого-либо к реализации, грубо говоря, своих планов? Дальше. Дальше. Говорит, что жить начнем вместе только когда я учебу закончил, только лишь тогда, когда я тоже начну приносить деньги, потому что он говорит, что не вытянет. Ну, хорошо. Хорошо. Допустим, допустим, это его позиция. А как считаете вы? Ну, то есть, вы, вы сами, как считаете, это правильная его точка зрения или нет? Если вы считаете, что его позиция неправильная, если вы считаете, что его позиция не верна, то в чем? Как эта позиция вредит вам? Именно вам, вот именно вам, как эта позиция вредит? Вы не говорите о том, что вам наносится какой-то вред. Вот. Вы говорите о том, что человек не делает то, чего вы хотите. Но ведь вы же почему-то, вы же почему-то этого хотите, так если вы желаете донести до человека наличие каких-то вот своих потребностей, да, то апеллировать нужно, именно ко вреду, ко вреду вам от того, что он делает. И никак не наоборот. Понимаете? Чтобы это выглядело именно как защита ваших интересов. То есть, вот мои интересы, вот я считаю, что так должно быть. Вот, соответственно, как ты действуешь. Что ты делаешь? Вот. В этой, ну, в этой ситуации. Как ты поступаешь? Понимаете? Дальше. Плюс насчет дальнейшего тоже ничего не понятно, свадьба не входит в его планы. Он хочет только расписаться. Напоминаю, что семья обеспечена. Опять же, а вы, как считаете вы? Как должно быть? Что это значит для вас? Что вы так сильно об этом переживаете? Почему такое значение, сильное, большое, вы предаете свадьбе? Далее. Значит, я не хочу уяснять в другой город. У меня родные, да и плюс работа скоро будет. Я просто теряю рядом с ним время. Так. Вот момент. Вы пишите, что рядом с ним вы теряете время. Смотрите. Вы говорите, что мужчина будет с вами жить, как когда вы, значит, будете тоже работать, будете тоже зарабатывать. И вы говорите, что у вас скоро будет работа. То есть, с этим проблем никаких не будет. Или будет. То есть, вы считаете, как наш счет работает. Далее. Почему вы теряете с ним свое время? Если вы человека любите, если он вам дорог, то любая проведенная минута с ним, это здорово, это счастье. Самое главное, что это его делает счастливым, разве нет? Или вы воспринимаете отношения исключительно как, ну, не потерю времени, а, например, инвестицию там или что-то еще. Если вы считаете, что вы теряете время, то лучше расходиться прямо сразу. Он держит меня чем? Понимаете, здесь вы избегаете ответственности своей. То есть, вы говорите, что он вас держит. Постарайтесь понять, что он вас не может удержать. Тут скажет, скорее, вы, вы удерживаете, вы удерживаете сами. Скорее. Вы удерживаете сами из-за своих желаний. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы говорите про обеспеченность его семьи несколько раз. Может быть, желание связано от счастья вот с этими моментами. Может быть, ожидания связаны с, ну, с какими-либо представлениями о том, как и что должно быть. То есть, ну, вы можете, например, считать, что если мужчина обеспеченный, то он вам, там, грубо говоря, вот все прямо обеспечит, все предоставит и так далее. И вы, как бы, как бы, этого всего ждете, и вы этого всего ожидаете. И когда, когда вы этого не получаете, соответственно, то возникает разочарование у вас. Но, нужно понимать, почему разочарование возникло. Нужно понимать, из-за чего оно. Нужно понимать, где ваша ответственность, а где его ответственность, мужчина. Дальше. Дальше. Дальше идем. Так. Ага. Значит. Он говорит, что будет все, а что именно все. Потом оказывается, что для него сейчас главная работа, бизнес, все дела. Ему 24 года уже. А уже, это в каком ключе уже? То есть, вы считаете, что это плохо, что мужчина 24 года думает о работе, о бизнесе, по сути, о обеспечении крепкого фундамента и так далее? Или как? А какие у вас идеи тогда? Какие у вас мысли? Какие у вас представления о том, как должно быть? И самое главное, что если вы видите, что у мужчины такая позиция, то почему вы ее терпите? Почему вы ее миритесь? Почему вы миритесь с ней? Вот вы говорите, что у него сейчас главная работа, бизнес, все дела. А вы считаете, это неправильно? Ему 24 года уже. Уже. Для чего? То есть, 24 года это много, как вы считаете. Много. Для чего? А детям, не дай бог, тема заведется. Он плюет через левое плечо и... Сутит по дереву. Ну правильно, он считает, что рано. Свадьбу он не хочет, потому что нужно потратить. А... Еще раз. А зачем свадьба вам? Именно. Он плюет через левое плечо. Я сейчас просто вступил, у меня два выбора. Либо остаться с ним и принять все это все и согласиться на то, что свадьбы не будет и дети, может быть, когда-нибудь будут. Ну... Это, вообще-то говоря, выбор любящего человека, который именно любит и принимает того, кого любят. А свадьба и дети в данном случае не обязательна. Потому что свадьба и дети это социальный аспект, который не имеет ничего общего с отношениями между двумя людьми. Вот. Либо уйти. Но я же говорю, помимо этого у нас прекрасные отношения, как быть. Я полагаю, что вам нужно разобраться со всеми, со всеми вопросами, которые я вам задал. Более четко сформировать свою позицию в данной ситуации. То есть, чего, как и почему вы хотите. Вот. И с этой позиции вы можете прийти к своему молодому человеку и сказать, что, дорогой, я тебя очень люблю, но, как бы, вот моя позиция. Она эта позиция мне возьмет, да, то есть я, например, считаю, что ты, допустим, должен привлечь свою семью, если она обеспечена, чтобы они нам помогли. Мы должны сыграть свадьбу за счет твоих родителей, вот. Ну, за счет твоих, да, да, за счет твоих родителей. Значит, ты не должен сейчас думать о работе и о бизнесе, ты должен сейчас думать о детях, ну и так далее. Вот. То есть, понимаете, вам нужно прийти к нему с этой позиции и сказать, для чего эта позиция вам нужна. Вот именно вам эта позиция зачем? Понимаете, какой момент? Чтобы мужчина увидел вас не просто носителя требований, а чтобы мужчина увидел вас, человека, личность, которая видит реальный для себя вред в каких-либо проявлениях. То есть вы можете мужчине сказать, что я хочу свадьбу, например, с тобой побыстрее, потому что я чего-то боюсь. Либо, если вы, например, ему доверяете не настолько, то вам нужно со своими страхами поработать самостоятельно. Ибо они, ну, сами по себе они не уйдут. Это понятно. Вот. То есть здесь я рекомендую вам вот в первую очередь в этом направлении думать. Здесь я рекомендую вам в первую очередь именно в этих аспектах двигаться в составлении своей позиции, своего жизненного плана. Вот. И того, чего вы хотите. И уже потом сопоставлять это с тем, что готов, либо не готов дать вам мужчина. Вот. А то получается так, что вы на него давите, не принимаете, ну, вот, то, что он вам может дать, то, что у него есть. Вы это, вы это не принимаете. Вы, как бы, говорите, что, нет, мне это не нужно, нет, как бы, я этого не хочу. Вот. Но при этом мужчина-то, он не понимает, почему вы не хотите. То есть, что вам это движет именно. Вот. И это на самом деле не очень хорошо. Именно для, вот, ну, именно для доверительных отношений, да, это не очень хорошо. Поэтому вот здесь, я думаю, так вот вам и нужно сделать. То есть, сперва вы сформируете свою четкую позицию. И потом, после этого, после того, как эта четкая позиция сформирована, вы идете с ней к молодому человеку и говорите, вот так, 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 я хочу так, потому что мне кажется, что это мне вредит. Так. Мужчина говорит, хорошо, я не могу дать тебе то, чего ты хочешь, да, то есть, не могу дать, сделать так, 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 но я могу по-другому компенсировать, допустим, твой вред. То есть, ну, вот, то, что ты считаешь вредом, вредом для себя. Хочешь, так, и вы уже, вы уже принимаете решение, либо хотите, либо нет. Если вы хотите, значит, вы, как бы, ну, человека любите. Если вы не хотите, значит, к сожалению, к сожалению, именно о любви говорить не приходится. Вот, опять же, это ваш выбор. Вы с молодым человеком уже довольно давно, и, как я понял, вы познакомились и начали встречаться, когда были довольно молоды, вот. И, соответственно, вполне возможно, что сейчас вы поменялись, ну, стали уже с другими людьми, вот. Что очень часто бывает, когда люди, ну, начинают встречаться в ранней молодости, вот, сразу после юношеского или подросткового периода, вот. Так что, вот здесь ситуация такая. И принимают решение за вас. На самом деле, на самом деле, вот, если вы хотите жить счастливо, если вы хотите быть счастливой, если вы хотите, чтобы в вашей жизни, ну, было все так, как вы считаете должно быть. Да, другое дело, что должно быть, это уже другой вопрос. Так вот, если вы считаете, что в вашей жизни, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было все так, как вам хочется, что от молодого человека, конечно, нужно уходить, или, по крайней мере, его стимулировать на то, чтобы он делал так, как хотите вы. Потому-то, у мужчины есть свой план, он от него отдаляться не будет, он от него абстрагироваться не будет. Чтобы он это сделал, нужно его стимулировать. Если вы его не стимулируете, он этого и делать, соответственно, тоже не будет. А вот как стимулировать, это уже другой вопрос. Возможно, его не стимулирует именно то, что у вас отношения во всех остальных случаях являются прекрасными, как вы говорите. Вот. Ну, если они прекрасные, то зачем, зачем что-либо делать тогда? Ну, для чего что-либо делать тогда? Правильно. По крайней мере, именно так это видит мужчина. Просто, чтобы вы понимали. И жизненные цели у вас могут быть точно тоже разные. И это нормально. Вопрос в том, принимает ли мужчина ваши жизненные цели, пока они не нарушают его, и принимаете ли вы его жизненные цели, пока они не нарушают ваши. Если жизненные цели человека, которого вы любите, сильно нарушают ваши, значит, нужно подумать о том, какова природа ваших жизненных целей. А сколько ли она, эта природа, ну, истинно верна и так далее. Вот. На мой взгляд, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Постарайтесь прислушиваться к себе и понять, что для вас значит молодой человек. То есть, кто он для вас, что он для вас, любите ли вы его, не любите вы его. Вот. Если любите, то как готовы проявлять свою любовь к нему, да? Ну вот, и так далее. Если чувства, ну, такие, если желание делать его счастливым, нет, если вы говорите, что я теряю с ним время, это уже не любовь, и лучше быть честным с собой и уйти от него. Потому что дальше будет только хуй. Если все-таки вы готовы с ним оставаться и хотите быть с ним неважно где и как, и свадьба, и дети вас все-таки, ну, по большей части вот при рассмотрении ближайшим не волнуют, не так волнуют, то вот тогда какая разница. Ну какая разница. Будет свадьба, не будет свадьба? Какая разница, будут дети, не будут дети. Главное то вы вместе. Мужчина сейчас к свадьбе не готов, потому что у него нет определенности, мужчина не готов к детям, потому что у него нет стабильности. Это нормально. К мужской точке зрения это нормально. И если вы любите своего мужчину, это нужно принять. Можно попробовать визуализировать то, что, ну, например, вот вы говорите, да, у меня два выбора. Попробуйте, попробуйте визуализировать. Вот что будет, если вы останетесь с ним, там, через, я не знаю, 2, 3, 4, 5 лет. А что будет, если вы уйдёте, что будет через 2, 3, 4, 5 лет? Вот, визуализируйте. И я уверен, что вам это покажет, покажет, чего вы хотите. Покажет, что нужно вам. Я уверен. Вот. Значит, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!